Добрый день, уважаемые коллеги и участники конференции. Меня зовут Мыльников Артем, я являюсь председателем Общества молодых ученых и студентов, и сегодня хотелось бы обсудить с вами наиболее часто задаваемые вопросы по поводу организации конференции, которая у нас состоится с 18 по 21 апреля 2023 года. Напоминаю, что до окончания приема заявок у нас осталось меньше недели, и, соответственно, до 1 апреля включительно мы ждем от вас вашей работы. Давайте непосредственно перейдем к вопросам, которые наиболее часто у нас возникают. Первое. Это можно ли подать только тезис без видеосопровождения? Подать только тезис без видео либо очного участия у нас в данной конференции не предусмотрена такая возможность. Для иногородних участников есть вариант очного участия, то есть непосредственно участия в стенах нашего университета, либо это видеодоклад плюс публикация. Для наших участников, точнее для участников из СГМУ, студентов СГМУ, это очное участие плюс тезис либо статья. То есть, в данном случае, это два компонента нам необходимы. Как узнать, принята ли отправленная работа или нет? После регистрации вам на почту придет оповещение о том, что работа успешно зарегистрирована. Если это оповещение не пришло в ваш основной электронный ящик, то, возможно, оно отправилось в папку рассылки либо спам. Проверьте эти папки. Если и в данных папках они будут отсутствовать, то вам необходимо написать нам на почту ОМУС СГМУ, либо в группу ОМУС СГМУ ВКонтакте, где мы, соответственно, повторно вышлем вам необходимую информацию для того, чтобы у вас была возможность в последующем редактировать либо удалять заявку. Можно ли подать материал клинического случая? Материал клинического случая подать можно, если секция подразумевает такую возможность. Либо есть отдельные секции от секции с клиническими случаями, но оформление его должно быть в рамках информационного письма. Школьники и студенты медицинского колледжа имеют ли право принимать участие? И школьники, и студенты медицинского колледжа имеют право принимать участие в работе соответствующих секций конференции. Секция в данном случае, если говорить о школьниках, это секция лицеист, лицеисты и школьники, которая будет проходить у нас в рамках проведения недели науки в медицинском лицее. И студенты медицинского колледжа также могут принимать участие. Данная секция называется у нас секция среднего профессионального образования, и проходить она будет у нас в нашем базовом медицинском колледже в Саратовском. Возможно ли участие в нескольких секциях по нескольким дисциплинам? Данный вариант возможен. Единственное, необходимо учесть то, что данные секции будут проходить в разных местах, так как это очный формат проведения, поэтому вам необходимо понимать и предусмотреть заранее, что необходимо будет перемещаться между этими секциями. Сетку по датам и времени проведения секции мы опубликуем и отправим на почты кафедры и непосредственно участников чуть позже. Это произойдет после окончания приема заявок. И там вы уже сможете рассмотреть те варианты, как вам можно будет добраться от одной секции к другой, либо если у вас есть в вашей работе присутствует несколько соавторов, несколько со докладчиков, они могут также, вы можете разделиться и поучаствовать в нескольких секциях, при этом являясь авторами, соответственно, этих работ. Где найти информацию, как подать постерный доклад? Да, такая информация у нас есть в размещенном информационном письме обновленном. Это информационное письмо у нас сейчас находится на странице ОМССГМУ ВКонтакте, вы можете его прочитать. В данном случае стандартная форма для оформления постерного доклада. Это формат А1 максимальный, то есть это Ватман, и на нем должна отражаться структура вашей научной работы, такая же, как в тезисе. То есть это введение цели работы, материалы и методы, результаты, заключения и при необходимости, если он у вас есть, список литературы. Также в постерном докладе обычно используются графики и рисунки. Их также необходимо, естественно, использовать для того, чтобы наиболее визуализировать пролетенные вами исследования. Можно ли выступить с устным докладом по статье, которая ранее уже была опубликована в другом издании? По правилам конференции у нас запрещается использование статей и ресурсов, которые ранее уже где-либо публиковались. Это должна быть оригинальная работа, так как все статьи и тезисы будут проходить проверку через систему антиплагиат, и оригинальность должна составлять не менее 75%. Нужна ли литература в тезисах? Литература в тезисах указывается на усмотрение автора. То есть здесь она может быть и может ее, соответственно, не быть. Но нужно учесть то, что количество символов, которые у нас имеются в тезисах, а это ограничение до 2,5 тысяч, в них тоже входит список литературы. Поэтому здесь в данном случае все зависит от вашего желания. В статье список литературы обязательно. Подскажите, пожалуйста, до 1 апреля нужно ли присылать только тезис или презентацию по данной работе тоже? До 1 апреля вам необходимо зарегистрироваться на сайте приема заявок, и если вы участник, соответственно, из СГМУ, у вас очное участие, вам необходимо подать тезис в этой форме приема заявок. Никаких презентаций нам присылать и прикреплять никуда не нужно. Если это заочное участие, соответственно, то здесь необходимо прикрепить ссылку на облачное хранилище с видеодокладом вашей работы. Презентацию также здесь не нужно, здесь нужен видеодоклад и тезис в том числе. Нужно ли в тезисах указывать научного руководителя и писать список литературы? Еще раз про список литературы, то что на ваше усмотрение. Научный руководитель в тезисах будет идти как соавтор. Соответственно, так как у нас шапка, куда включается название работы, список авторов и аффилиации данным авторам. Он не включается в количество символов, которые у нас есть, ограничения вот 2500. Их, вот эту шапку можно в принципе в тезис не вставлять. Соответственно, для того, чтобы сократить это количество символов, потому что система не позволит вам отправить больше определенного количества, система сформирует автоматически эту шапку из заполненной вами заявки. Соответственно, это и в ваших интересах в том числе, чтобы увеличить, скажем так, объем самого тезиса и не задействовав при этом те символы, которые у нас находятся в шапке. В каком издании потом будет публикация, соответственно, данных работ? Данные работы будут у нас опубликованы в сборнике материалов конференции, который впоследствии будет проиндексирован в Российском индексе научного цитирования, то есть РИНС, и опубликован на сайте e-library, где вы в общем доступе можно будет найти все эти работы. Здравствуйте. В информационном письме указано, что возможно использование не более 5000 знаков с пробелами категорически запрещено больше и такую работу не примут. В данном случае у вас просто не получится отправить работу больше 5000 символов, соответственно, с пробелами. Необходимо ее, конечно, будет немного сократить. Мы подали заявку две недели назад на историю медицины, а обратное письмо никого из нас не пришло. Стоит ли нам подать заново или нет? Если вы посмотрели папку рассылки и спам, и там ничего не оказалось, напишите на почту, мы проверим фамилии ваши, на нашу почту напишите ОМС СГМУ, либо в группу ВКонтакте ОМС СГМУ. И если такой заявки не поступало, то вы ее зарегистрируете заново. Если она поступала, то мы отправим вам повторный ответ по данной заявке, для того, чтобы у вас была возможность ее редактировать. Правила участия в неделе науки для студентов СПО. Студенты любых СПО могут участвовать или только медицинского профиля. Возможно ли участие без докладов для студентов СПО, только тезисы или статьи. В данном случае у нас могут участвовать студенты любых СПО именно медицинского профиля, потому что у нас, в принципе, медицинская конференция. И что касается тезисов и статей, для студентов СПО, школьников и лицеистов и конкурса творческих работ у нас не предусмотрено наличие тезисов или статей, то есть здесь их отправлять не нужно. К публикации принимаются обзоры литературы? Нет, в данном случае, что касается обзоров литературы, то они должны быть оформлены также в соответствии с требованиями, описанными в информационном письме. Если это обзор с проведением анализа, сравнений нескольких литературных источников и подкрепленный, скажем так, практическим каким-то моментом, связанным с вашим исследованием, то в данном случае есть возможность его подать. Просто скопированный, естественно, текст из любого сайта и оригинальность которого меньше 75% в данном случае не подойдет. Если выступать с докладом, то уже не нужно записывать видео, как в прошлом году, и вставлять его на Google Диск. Да, в этом году формат не подразумевает наличие дистанционного формата для студентов из ГМО, поэтому записывать видео не нужно. Где и когда будут проходить секции студенческой конференции? Повторюсь, секции студенческой конференции будут проходить на базах нашего университета. Программа с разбивкой по секциям и местами их проведения, а также временем их проведения будет разослана на почту участников кафедры и университета после окончания приема заявок. Можно ли отредактировать и удалить поданную заявку? Да, это сделать возможно по той ссылке, которая вам присылается после регистрации. Как подать заявку на конкурс творческих работ и необходимы ли тезисы и статьи при подаче? При подаче заявки на конкурс творческих работ тезисы и статьи не нужны. Вы выбираете, соответственно, одну из подсекций конкурса творческих работ, которая описана у нас в информационном письме на сайте приема заявок, и подаете туда свою работу. Это может быть выставка творческих работ, фоторабота, видеоролик, конкурс видеороликов и постерные доклады, соответственно. И также хотелось бы обратить ваше внимание на информационное письмо и, соответственно, сайт конференции. На сайте такая его структура. Вы выбираете секцию, которая вам необходима. Они соответствуют тем секциям, которые указаны в информационном письме. Дальше нажимаете и заполняете все указанные поля, так как они являются обязательными. Тезис также необходимо сразу добавлять в данную работу. Либо это статья. То есть вы просто выбираете тоже самостоятельно, что это у вас будет. Вы можете добавить дополнительно еще одного автора, либо еще одного научного руководителя. Есть ограничения, которые у нас указаны в информационном письме по авторам. По научным руководителям ограничений в данном случае нет, но с учетом вопросов, соответственно, здесь тоже адекватное количество людей, которые являются вашими научными руководителями. Вы в данном случае тоже указываете те, которые реально принимали участие в проведении данного исследования. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы или возникнут они в ходе подачи заявок, мы, соответственно, всем ответим в комментариях под этим видео, либо на группе ОМОСа ВКонтакте, а также под самым первым постом. Там уже достаточно большое количество вопросов у нас было, и, соответственно, можете почитать ответы на них. Возможно, у вас они будут похожи. Ждем вас на нашей конференции. Будем рады видеть вас на наших секциях и с интересом послушаем ваши работы и доклады. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok